еще разочек про black box а-330 на этот раз более мелкий самолетик москва шереметьево ну вот этот самолет понятно гораздо мельче чем предыдущий теперь про колден так чуть-чуть добавлю в каталоге туда куда установился black box при паре есть airbus family каталог и в нем панели не файл в этом файле если открыть две первые же переменные engine of и до кокпит с 1 выключить двигатель и 2 как раз и отключить все остальное здесь по умолчанию ставят нули ставим сюда единицы и получаем холодную темную кабину загрузки по умолчанию что собственно говоря и хотелось сделать вот подключаем к наземному электропитанию включаем аккумулятора вот видим что тут более правильно панель сейчас образовалась в виду того что на сей раз мы делаем все точнее чем прошлый раз уметь ввиду перевели его в состояние соответствующий подключаем навигационные ах те лога лайт и и запускаем и пил она у нас раскручивалась видим что панельках появились соответственно панель запуска и пил пока маски пил раскручивается вторая вещь вот у вас сообщение которое у меня висит на iks team not calibrated здесь вот нажимаем клавишу меню и вот блок бокс calibration о блин заткнул триер не то набрал здесь выбирается тип джойстика раздельные оси или соответственно клавиатуру только вот вариант различных у меня сингл вот двигаем его до конца вниз вот в моем случае это вот это вот положение нажимаем set теперь двигаем его до конца вперед и еще раз нажимаем set и теперь вот джойстик у нас можно посмотреть его перемещение то есть вот появилось положение малого газа который у меня в прошлый раз таки отсутствовало и все остальные фиксированные положения он понятно сейчас двигатель не запущен поэтому ничего страшного от того что я двигаю руда не происходит то есть вот она захватывает и можно пола наблюдать по перемещению вот этой вот зелененькой оси то есть поставить в общем в положении малого газа вот собственно говоря и положение у нас у нас с выпущенными с включенным реверсом с плюс выпущен уже колесицу несу единственно что-то не очень убирается хорошо ну да ладно вот то есть вот таким вот образом нулевую зону кстати говоря можно увеличить она стоит по умолчанию 10 процентов можно ее сделать больше меньше это так скажем в зависимости от того насколько шумный у вас джойстик так подключаем проветесь и там на заднем плане вот введем опять инициализацию так здесь у нас подключим уже генераторы и пиво чтобы он у нас был соответственно внешнее питание бы нам это по большому счету не надо в этом случае и отбор воздуха от и пиво включим тоже чтобы у нас был можно подключить beacon light так здесь тоже тесты пока не реализованы отключим все соответственно переключатели отвечающие за подачу топлива в прошлый раз я более подробно описывал процедуру запуска в этот раз не будем этим заниматься так emergency light армируем дальше мы пристегнуть ремни и не курить здесь положение auto имеет место быть опять собственно говоря здесь единственный нюанс что вот почему то они их не переводят в положение off то есть начальное положение при запуске понятно системы инерциального позиционирования склонируем в положении off а не в положении nav вот спасибо переходим их в начальное положение ну двери мы не открывали запрошу запрошу и и а лаймарайс нормально так вспомню как у меня там шалон то подписан 3 600 стендекс стоимость топлива дешевая вот можно чего угодно так дальше заправка самолета для заправки самолета вызываем вот здесь вариация нашего самолета у нас 330 делаем to class два класса чтобы в нем было вот boxcargo случайную загрузку с багажом не люблю по полной катушке грузить самолет потом ну в общем все это сильно на любителя короче нравится вам это его загрузить до и по самой неболосе тут вот это ради бога можно сделать вот ползунки грузящий багаж соответственно вот этот вариант загрузки пустой полный и случайная загрузка выбор так какой пассажирский или багажный топлива соответственно у нас лететь всего тысячу миль поэтому так 50 процентов поставлю того топлива то есть в принципе здесь интуитивно понятны загрузчики ничего в нем особо объяснять не надо и в конце концов так делаем апдейт почему 38 вот этот интересный момент возможно его надо делать чуть раньше загрузил самолет ну ладно у меня есть по бакам загрузка загрузка тем или иным способом загружаем самолет загрузчик нам больше не нужен здесь правая кнопка мыши и еще разочек правой кнопкой заполняет соответственно соответствующее значение закладку flight plan переходим отправлением поправитесь и смотрим light plan инфо так и отправление 6r полоса и сиды вот он он транзишн не указан у нас значит без него делаем инсерт так так вот выход вначале с набором по прямой и дальше переход уже на точку которую у нас цепля ну называется а с нее уже дальнейшее движение на план полета то есть открываем ее открываем про и тихи про и тихи вот этот выход видит чуть-чуть по другому правда точка е 504 у нас присутствует чем плохо тем что несколько отличается одно от другого ну да ладно считаю что мы выходим как-то так потом попросим про и тиси правильно выход так ну с учетом особенностей базы придется сразу выходить на вот эту точку которая у нас здесь вот находится вот здесь аж идет сразу выйдем на нее дальше 869 трасса на а о до у как мы то суда основной участок нашего маршрута так после этого все вот уже это где . n871 у коп дальше вводим а что поменьше сделать крутилась побыстрее следующий участок засветился жмем на нем полоса посадочная с 8 и арба 2 обгадыва он блин этим пройте хита тут утопит расхождение в названиях здесь она арба 2 а нет есть арба 2 вот он этот заход появился делаем insert проверяем еще раз весь план полета чтобы не было разрывов заход на полосу 8 у нас есть просто получилось . арбс присутствует два раза соответственно один раз ее надо удалить чтобы не было разрывов и вот видим что у нас весь план полета теперь нормально просчитался с планом полета именно с и посредством самим вот закончен здесь можно поставить положение навигация увеличить масштаб до максимального включить все таки запустил опус поставим погоду в соответствии с ним так 86 устанавливаем лимит скорости устанавливаем а лимит соответственно высоты правильнее устанавливать разумеется высоту которую дает 1 провести сину ставим то что нам дали сразу шалон потому что он будет все равно медленнее набирать переходим на закладку преференции получая правой кнопкой мыши скорости заменю скорость на 250 рульс пусть остается как есть сэнд подход по коронавирусу навигационные радио опорной мэйки она берет сама все основные вещи давление били дальше смотрим что у нас заармированные вот если он стоит вот в таком положении то есть выскакивает у него белое вот это обозначение то значит он на заармирован так я не понял с какой перепугу стоят во включенном положении и гнишем то что такое у него свое собственное вот хотя двигатель и разумеется еще не запущены так пока мозг а ты пьем запитана все настройку предварительно закончили давление установили автопилот настроили запрашиваем разрешение на запуск подключаем стробы подключаем стробы подключаем запускаем боксировку и погодим наград и и и и и и и вот так отбор воздуха переводим в положение open на время запуска вообще положено отключать паки так конечно мастер переводим в положение start и начинаем запуск со второго двигателя университет 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 так ждем пока двигатель за стабилизируется вот и аналогичным образом запускаем 1 движок так видим что тут все погасли генератора подключаем назад парке перевожу в положение auto отключаем отбор воздуха включаем taxi только я не пойму есть они или нет отключаем и пью так дальше закрылки ты чтоб тебя джойстик у меня тут над калибровать блин все вот один плюс f выпускаемых переключаемся веков конфиг зажигание убираем положение normal вот формируем тормоза по третьей процедур то офис с Продолжение следует... В общем, можем рулить, тут особо просто сильно недалеко, мы фактически рядом стоим, сполосуем. Продолжение следует... 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 соответственно скорость набора чуть меньше чем он предлагает вот и последнее нажать тест соответственно педестали после чего убедиться в том что здесь горят только зеленые здесь ноут я не знаю почему здесь off горит на emergent слайд потому что здесь вот она ставить в любом положении ранов горит куда ее не ставь и кнопка это не нажимается но остального все в общем то обычная конфигурация не взлетаем что с этим не поделаешь уже Останавливается ее Убираем шоссе Ключи магны Идем в начале под прямой На разрешенную нам точку Так Начинаем доворачивать На разворот Здесь ЕВ Терект Соответственно ЕЕ 704 Начинает Он разворачиваться Стоять На точку моему указали куда мы хотим лететь закрылки убраны свет выключен давление дефолтное переводим на историю штраф за скорость оплачула ну скорость я не знаю мы все время не нравится хотя по скорости мы еще часто к доводим 250 и поехали собственно говоря по маршруту в принципе вполне адекватный набор в этот раз у него когда настроишь все все начинается вполне нормально вот здесь уже все раздельно Проходим сбоку наш аэропорт. Который остается позади и разворачиваемся, понятно, на Мюнхен. Ну, запись со стороны взлета тут имеет один нюанс. Мне неохота было 10 раз летать, он не понимает при повторе, что шасси убрано. Надо выпустить назад, это нюанс блокбокса, поэтому тут он без шасси и едет. Вот, просто в это время самолет разумеется, висит сейчас далеко отсюда с убранными шасси, поэтому вот этот косяк происходит. То есть возврат и реплей повторяют его движение по полосе, а вот все остальное, соответственно, не могут повторить. Поэтому будем считать, что оси у нас и так убраны. Взлет со стороны выглядит таким львоватым образом. В прошлый раз у меня был взлет сделан в этом плане нормально, но сделан он был таким образом, что я взлетал дважды. Один раз для записи именно взлета, а второй раз уже для того, чтобы лететь. Вот в этот раз мне 10 раз писать не хочется, поэтому такой вот нюансы шасси. Абсолютно ясный факт. И, собственно говоря, сейчас на улице есть. Торбус, конечно, поинтереснее. Сейчас переключу на него. Рецидент нормальный в PS. В принципе, он выдает. Единственное, понятно, вносит свою лепту OCam. То есть продергивание вот эти вот тут вот появляются. Сколько получено. Именно последствия включения записи. Причем, в общем-то, и другие Cam Recorder тоже вносит вот эту вот дергатню. Но запись со стороны взлета тут имеет один нюанс. Мне неохота было 10 раз летать, он не понимает при повторе что шасси убрано. Надо выпустить назад. Это нюанс блокбокса. Поэтому вот тут вот он без шасси и едет. А вот просто в это время самолет раз у меня зависит. Сейчас далеко отсюда с убранными шасси. И поэтому вот этот вот косяк происходит. То есть возврат и реплей повторяют его движение по полосе. А вот все остальное, соответственно, не могут повторить. Поэтому будем считать, что косяк у нас и так убран. Взлет со стороны выглядит вот таким живоватым образом. В прошлый раз у меня был взлет сделан в этом плане нормально, но сделан он был таким образом, что я взлетал дважды. Один раз для записи именно взлета, а второй раз уже для того, чтобы лететь. Вот в этот раз мне десять раз писать не хочется. Поэтому такой вот нюансы шасси. Абсолютно ясный пакет. И, собственно говоря, сейчас на улице и есть. Торбус, конечно, поинтереснее. Сейчас переключу на него. В принципе, он выдает. Единственное, понятно, вносит свою лепту окам. Продергивание вот эти вот тут вот появляются. Получно. Именно последствия включения записи. Причем, в общем-то, и другие кам-рекордеры тоже вносит вот эту вот дергатню. Все-таки я переключу сюда. Норменсовскую походу. В моем понимании, как несколько поинтереснее. С волоками лететь что-то без них. Вот. Ну и здесь, в общем-то, как и в любом подобном роде самолете типа Airbus. Все автоматизировано. На граунд спойлера можно разармировать. Стоп. Кто сранится? Так и будет прыгать. Вот. Все. Так что у нас уже вообще не было. Каких? Особо зеленых тут. Вообще нет. Дамы господа, световое табло показывает. Теперь вы можете прийти в спинке кресла удобная для вас положение. Для вашей безопасности на рейтинге мы будем оставлять перейти на рейтинге, и вы служите, когда вы находитесь в вашем кресле. Включение рейтинге будет предложено приспалительные напитки. Горячая ветка. Просто желаем вам приятного победа. Благодарю за внимание. Ну, почему у меня горит их ниша? Командир, вам чай или кофе? В принципе, тут информацию об этом переключить. Состояние зажигания находится, хотя понятно, он там не находится. Вот такой. Мелкий. Невансик. По блидам. Нет. Ее желтое предупреждение, но это уж я не знаю. упреждение. Эй. Посадь смотрите. Эй. Эй. Посадь. Выhootést. Посадь. Я стараюсь увеличить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Забор потихонечку начинает... Маячила тучка... Начало снижения вдалеке... Сейчас стоит просто максимальный масштаб... Поэтому... Порядком туда... Лететь... Можно пока только... Клянуть... По карте... Вот... Комалют сейчас находится... Контролировать его с GPS особого смысла нет... Заходить мы будем с этой стороны... На 8L... 109,5... 4000... Вход... Высота входа... Глисада... Вон чуть ниже... Пойдем, чтобы... Соответственно... Захватилось нормально... Надеюсь... В этот раз он ее захватит... Хотя здесь вот... Опять... Есть... 109,5... 109,3... А если мы посмотрим... Кто нам пишет... Собственно говоря... CDU... 109,5... Равним... 82... Курс... Но это допустимо... То курс... Соответственно здесь... 81... Вот... Остается только... Даже не остается ничего... Как начнем... Снижаться... Это... Настроить... Соответствующее давление... В аэропорту прибытии... Конфигурировать... Закрылки... Третья или фул... Позиция... Design height... Высота принятия реши... Пусть будет 200 футов... Вот... Температура... Ветер... Можно вводить... Можно не вводить... Он все равно берет... Это автоматически... Ни на что особо это не влияет... Принимаем... Подходим... По тихонечку... Потихонечку... Точка... Видео... Продвижение... Вот... Здесь у нас... 4000... его установлен и собственно заход Субтитры создавал DimaTorzok 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 Во! Великолепно! А вот это уже похоже глюков пилота То есть вместо левого поворота начинаем поворачивать направо Великолепно! И что это было? У глюков эта штука не лишена Доворачивать вручную Хотя, в общем-то, тут вот Маршрут был нарисован Абсолютно правильно Подвыпустим по дороге 6 Продолжение следует... Вот и идем, по сути, параллельно Нашим маршрутом Считать этим неким отклонением Армируем захват алкалайзера Если он его вообще захватит А куда-то скорость у меня начала падать-то Вроде как 160 установлен Тоже фишки вот эти вот Мутно, непонятно Терраин, терраин, pull up Да вот тебе Терраин Террраин Терраин 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 Товарач, потихонечку. На посадочный курс. Товарач, потихонечку. Товарач, потихонечку. Товарач, потихонечку. Товарач, потихонечку. Товарач, потихонечку. Никакими силами. Товарач, потихонечку. Товарач, потихонечку. Товарач, потихонечку. радость это что ты, блин, творишь придется еще и получить не знаю, в общем-то ключи от аэрософтовских абсолютно нормально захватывают точно так же колеса, да вот блокбоксики у меня делать всего не хотят аэрософтовских 268, отреки на центр от 124.1 124.2 отреки 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 � Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 100 50 40 30 Ретард 10 30 Молодец, командир... Классно работаешь, есть чем учиться реально... Дамы и господа, наш самолет произвел посадку в аэропорту на значение. Температура воздуха в районе аэропорта 10 градусов. Просим вас оставаться на своих местах в дополненной остановке самолета. К выходу мы вас пригласим дополнительно. Не забывайте личные вещи в салоне самолета. Багаж вы получите в багажном отделении аэровокзала. На этом наш рейс окончен. Командир корабля XH прощается с вами и желает вам всего доброго. Благодарим вас за полет с нашей авиакомпанией. Рады новой встречи с вами. Благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова На сей раз EDDM. Сценарем, что я в прошлый раз забыл сделать. Забыл пуск вообще поставить этот сценарий. Понятно, выглядит все на этот раз более приемлемо. Хотя вот эти вот понятные продергивания, которые появляются вследствие запущенного запущенной записи. Понятно, в обычном порядке. Отсутствует так. Башни вообще. Плавности особой нет. Полин. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, запрашиваем. Так, запрашиваем. Субтитры сделал DimaTorzok Можем пока подключить и пьем. Нам уже не нужно. Добавляем. Включаем назад разворот колес. Едем потихонечку туда, куда нас отправляют. Спитчер. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавляем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Зелёнки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Дефект этими портами непонятно откуда взявшимися. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова очередь там полное место они где-то там непонятно где паркуемся тут можно печь и как угодно и подключить отбор воздуха взять примеру ты пьем ключи подсветки пасажиров пассажиров. Трапы здесь уехать не хотят. Ах, где-то мы тут недовыключили огни. Вроде выключено. Вот так вот. Более адекватно. Прилетели. Аэропорт. Мюнхена. Blackbox A330. Утром. Русский. Продолжение следует...